Друзья, всем привет! В этом видеоролике хочу поговорить о гражданском контроле над действиями правительства Украины, а также работе правоохранительных органов в государстве. Как известно, вследствие выборов в Украине партия «Слуга народа» Владимира Зеленского набрала большинство голосов и, соответственно, могут сформировать коалицию без участия каких-либо партий. Что мы имеем после этого? Мы имеем то, что фактически Зеленский полностью сконцентрировал в руках абсолютно всю власть. Не только власть президента, но и власть правоохранительных органов. Потому что глава МВД Украины будет назначен коалицией, которая состоит из одной партии «Слуга народа». Глава СБУ будет назначен коалицией, которая состоит из партии «Слуга народа». Генеральный прокурор, все министры, все силовые органы будут под контролем одного человека. И, как вы понимаете, кто бы ни был назначен руководителем МВД, СБУ, прокуратуры, других подразделений и территориальных подразделений, все эти люди так или иначе будут близки к Владимиру Зеленскому. Потому что с улицы врагов он назначать не будет, люди с улицы. Это люди будут, которые чьи-то знакомые, чьи-то родственники, где-то там какие-то связи. То есть просто людей будут набирать по такому принципу, что, собственно, показывает набор депутатов «Слугу народа», когда набирали людей не профессионалов, а просто набирали друзей, знакомых, родственников, водителей, парикмахера, потому что он знает того человека, он сейчас стал депутатом. То есть набор идет чисто по знакомству. И давайте представим, что один человек, Владимир Зеленский, отныне решает в Украине, кого арестовывать, кого отпускать, кого сажать, за ком следить. Соответственно, суды тоже полностью под контролем президента. У нас, мало того, что президент подписывает указ о назначении судей, суд всегда исторически ориентируется на президентскую власть. И они автоматически, если видят, что приходит человек новый к власти, то они уже начинают принимать в его пользу судебные решения. Это прослеживается сейчас, когда судьи были ориентированы на Порошенко, и вдруг они начали резко быть ориентированы на Зеленского, потому что все они хотят сохранить должности, и потому хотят угодить новой власти. Это так всегда исторически было. И возникает вопрос, а как вот в этой ситуации быть человеку, допустим, если кто-то из команды Владимира Зеленского совершил правонарушение, совершил негативный поступок, кому обращаться? Вот вы напишите заявление в МВД, в полицию, да, вам говорят, вы знаете, ну, они понятно, что ответят вам, порушенный вбочайцы. Ну, по сути, они говорят, это знакомый Зеленского, мы не будем открывать дело. Вы пишете жалобу в прокуратуру, прокуратура говорит, так нас же Зеленский назначил, чем мы будем наказывать милицию, полицию, которая, собственно, отказала подругу Зеленского. Вы обращаетесь, судья говорит, так, слушай, у нас Зеленский президент, я не буду принимать решение. Вот как вы собираетесь выпутываться из ситуации, когда полностью все правоохранительные и контролирующие, и надзорные, и судебные органы будут подчинены одному и тому же человеку? Я на самом деле не знаю, как в этой ситуации быть. И ситуация усложняется еще и тем, что вот если раньше, потому что я, опять-таки говорю, я занимаюсь общественной работой уже больше 10 лет, начиная с президента Ющенко. Потому я видел, как развивались события, я видел ту или иную ситуацию при этих или иных правителях. Я могу сказать вам следующее. Когда, допустим, была ситуация при Януковиче, ситуация была следующая, что они, естественно, была вертикаль власти, полиция, милиция, прокуратура, суд, они ориентировались всегда на Януковича. И если ты попер уже против власти центральной, то, скорее всего, ты проиграешь, если ты реально уже кого-то зацепил, и дана команда тебя не пускать дальше по судам. Просто тебе откажут, и на этом все закончится. Соответственно, что мы делали? Мы придавали этому огласку в средствах массовой информации. То есть это были статьи, сайт Дорожный контроль, Ютуб, телевидение. И какой-то резонанс по этому поводу был со стороны народа. Это оказывалось какое-то общественное давление. И, собственно, что-то могло где-то измениться или хотя бы не усугубиться. Ну, так или иначе, все мы знаем, что огромное число негатива в адрес Януковича привело к тому, что случилось восстание. В данной ситуации что мы имеем? Сейчас не только Зеленский оккупировал политическую сферу, как партия в следствии выборов. Они оккупировали информационную сферу. То есть, в принципе, я сейчас вижу, что если ты выкладываешь какой-то ролик про Зеленского, то тебя сразу же за это гнобят. Потому что, говорят, ты работаешь на того, на того, на того. Ты негодяя, ничтожество, тебя слушать не нужно. Потому фактически что происходит? Ты не можешь, ты обращаешься, допустим, в полицию, прокуратуру, суд. Тебя там посылают. Ты хочешь об этом сделать ролик на Ютубе, рассказать, тебя тоже там посылают. То есть, обрушивается шквал негатива, в том числе с помощью интернет-троллей. Далее создаются множественные партийные каналы Зеленского, которые полностью оккупируют тренды Ютуба на первых местах. Они забивают миллионными просмотрами все информационное поле. И ты просто становишься маргиналом, который что-то там булькотит о каких-то проблемах в полиции, прокуратуре и судах. Вот что, собственно, я боюсь, что произойдет. И вот тенденции к тому, что это может произойти в очень плохих проявлениях, я уже вижу сейчас. И как быть? Вот как быть простому человеку, который столкнулся с несправедливостью? Ну вот вы можете сказать, ну окей, Зеленский это святой человек. Он всех победит. Ну смотрите, например, по делу Хамчака. По всех победил? Вот что делать по этому делу? Вот вам живой пример. Берем другую ситуацию. Вас обидел какой-то генерал, полковник, майор, который знаком с Зеленским. Ваши действия. Конкретно, пошагово. Вы, конечно же, пойдете в суд, но вам там откажут. Вы хотите обратиться к блогеру? Блогер сделал это в этом сюжет. Блогеры зачмырят, скажут, он негодяй, ничтожество, он работает там на кого-то. И сразу же тысячу роликов о том, какой классный Зеленский, партийные каналы. Партийные каналы. Это не независимые каналы. Богдан буквально недавно сказал, что отныне не нужны больше журналисты. Новые власти Зеленского, они будут общаться напрямую с зрителями. А что такое напрямую? Это создается множество каналов на ютубе партийных Зеленского. И они просто забивают эфир пропагандой, какой Зеленский классный. И все материалы о том, что какая ситуация на самом деле, просто уходит на десятый план. Они теряются в информационном шуме, информационной пропаганде. И просто забиваются, их никто не смотрит. Даже просмотров не набирает. Ну, это будете вы кричать на улице, блин, несправедливость. А кто вас услышит? Понимаете, в чем суть? Каналы, которые могут об этом рассказать. Один плюс один. Он ориентирован на Зеленского МВД. ICTV Пинчука перекрасился уже тоже под Зеленского. Он работал на Порошенко. Каналы типа Ньюзвана, 112-го, это Медведчук. Он свою пластинку крутит, ему нахрен не надо. Если надо, им и будет чисто вот в контексте борьбы с Зеленским показать вашу проблему. Они могут ее показать. Но чисто в своих интересах. Интереса самостоятельного разоблачить преступления властей у них не будет. Куда вы пойдете? Кому вы обратитесь? У нас блогеры сейчас стали народными депутатами. Журналисты стали народными депутатами партии Зеленского. Кому обратитесь? У нас все идут в политику. Назовите независимые источники средств массовой информации. Назовите блогеров, да, их единицы. Которые могут рассказать о проблемах. Их единицы. Ну, на эти единицы вы найдете 100 блогеров или 100 каналов, которые пиарят Зеленского. Или там другую партию, или другую власть, или там занимаются пропагандой. Вот и все. Люди пишут, ну, мне до сегодняшнего люди пишут. Вот смотрите, я столкнулся с беспределом полиции, СБУ, прокуратура, фальсифицируют уголовные дела. Говорят, Ростислав, помоги. А чем я вам помогу? Что я могу сделать? Ну, что я могу сделать? Ну, пошагово, да, 1, 2, 3, 4, 5. Даже, даже если об этом снимать ролики, я еще раз говорю, эти ролики все, во-первых, не набирают достаточное количество просмотров. Во-вторых, они заплевываются сразу же фанатами властей. В-третьих, они перебиваются тысячами других роликов за Зеленского или там за правительство, за этот. И просто они никому не нужны. И к чему мы придем? Мы придем к тому, что если либо ты поддерживаешь Зеленского, ты должен хвалить его, тогда ты в фаворе. Если ты будешь рассказывать о какой-то проблеме, тебя просто выкинут и все. Понимаете, в чем проблема? Что после Майдана надо было разрушить эту систему зависимости полиции, прокуратуры, СБУ и судов от президента. Порошенко этого не сделал. Порошенко перепочинил себе эту всю коррумпированную машину. Я кричал об этом, не делайте этого, будет беда, 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 будет беда. Они говорили, ты плохой. Ну, просто мне надоело, мне это 14-15 год, сколько я кричал об этом. Но мне то же самое говорили, что сейчас при Зеленском. То же самое. Ты там в Америке, ты там ничего не знаешь, ты там все, ты там 5-е, 10-е. Мы, короче, мы сейчас самые умные. Все эти люди, которые кричали, они не прошли Верховную Раду. Они все выкинуты были. Порошенко просто перепочинил себе, к чему это привело. Вот сейчас получается то, что Зеленский перепочинит себе эту всю систему. Главная задача властей лишить себя власти. Сделать так, чтобы МВД не зависело ни от президента, ни от Верховной Рады. Чтобы это была самодостаточная, независимая организация. Есть идеи, как это сделать. Ну, будет ли это Зеленский делать? Захочет ли Зеленский отпустить МВД? Сказать, что МВД работала самостоятельно, вне зависимости от того, какой президент. Отпусти прокуратуру, отпусти СБУ, отпусти суды. Понимаете, ЦРУ, например, США работает самостоятельно. Это не то, что пришел Трамп и ЦРУ поменяла свою работу. Начинает охотиться на каких-то оппозиционных журналистов или покрывать какие-то схемы. ЦРУ занимается своим делом на протяжении уже десятка, сколько, сто лет. Им плевать, кто президент. Это самодостаточная организация. Своей кухней. А СБУ. У нас пришел новый начальник, кто там, Баканов. Это на него была зарегистрирована партия «Слуга народа». И что, вы думаете, если попадется человек «Слуги народа», он будет заниматься расследованием против него какого-то уголовного дела? Это я вас умоляю. Это просто смешно. Никто ничего не будет расследовать. Или прокуратура. Поставится у генерального прокурора. Он будет расследовать дела против «Слуг народа»? Конечно. Разбежались. МВД, суды. Вот в чем проблема, ребят. Проблема в том, что нужно принять законы, которыми, чтобы сделать так, чтобы президент и Верховная Рада не имели влияния на судебную правоохранительную систему. Это была система, которая контролируется народом. Это можно сделать. Как это сделано в Америке. Полицейский, который работает здесь, допустим, в Орландо, он никакого отношения не имеет к руководству. У него нет руководителя в Вашингтоне. Суды, которые здесь работают, они плевать хотели на президента. Сколько раз Трамп подписывал указ, судья говорит, не, нифига отменяем. А в Украине это возможно, чтобы суд отменил указ президента, какой-то революционный. Это невероятно просто. Или полицейский действовал самостоятельно, без надзора из Вашингтона. У нас же Киев контролирует каждого полицейского в Украине. Аналогично прокуратура. Прокуратура здесь, во Флориде, в любом штате, она самостоятельна. Она плевать хотела, что там в Вашингтоне. У них свое местное руководство, они подчиняются местным общинам. Вот вы увидите скоро, Зеленский захочет реформировать прокуратуру МВД и суды. Или переподчинит их себе, как это сделал Порошенко. Ну и то, что они уже засрали информационное пространство своими каналами и будут перебивать, то это уже очевидно. Вы посмотрите, что пробиться правде будет очень-очень сложно. И это очень большая опасность. Всех, кто будет говорить что-нибудь плохое о властях, будут марганализировать, выбрасывать на задворки. У тебя не будет выбора. Если ты хочешь оставаться в трендах, тебе нужно будет хвалить Зеленского. Если ты будешь его критиковать, ты просто уйдешь из информационного поля, тебя просто заплюют и все. Вот такая вот демократия ждет нас. Если, конечно же, они не одумаются, не начнут делать так, чтобы не нужно создавать партийные каналы. Это будет Советский Союз, ребята. Нужно создавать независимые каналы. Независимые, которые независимо рассматривают от властей ситуацию. Критикуют, хвалят, неважно. Но это будет никак не связано с партией Зеленского. У нас, получается, сейчас все каналы это от партии Зеленского. Ну, где объективность? Вам просто будут создавать определенную картину мира, которую хочет Зеленский. И все. Вы будете жить в этой картине мира. Если кто-то там журналист скажет вам что-то другое, скажете, блин, не мешай нам жить в этой картине. Мы хотим, чтобы все сохранилось. Вот такие проблемы я вижу на сегодняшний день.